Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! В эфире вновь у Арча Медиа и я, Кундуз Чулдбаева. И по традиции мы выносим на обсуждение актуальные вопросы. Вот уже несколько дней самой обсуждаемой темой стало убийство вора в законе Камчу Кульбаева. По официальной версии ГКНВ криминальный авторитет был ликвидирован во время спецоперации за вооруженное сопротивление. Похороны Кульбаева состоялись вчера на его малой родине в городе Чулпуна-Дам. Последние события в Кыргызстане, что скрывается за ликвидацией Камчу Кульбаева. Эту тему и другие актуальные вопросы мы сегодня обсудим с нашим гостем, экс-премьер-министром, бывшим главой спецслужб и МВД Феликсом Шашибаевичем Куловым. Товарищ генерал, здравствуйте! Спасибо, что уделили время и пришли к нам гости. Вот в свете последних событий высказывается мнение о том, что ликвидация вора в законе Камчу Кульбаева может повлиять на общественно-политическую ситуацию не только в Кыргызстане, но и регионе в целом. Насколько это вероятно и какими будут последствия? Ведь речь идет о транснациональной преступности, об огромных потоках денежных и об империи, которая осталась после Кульбаева. Я хотел сделать небольшую оговорку. После этого происшествия с Камчу Кульбаевым на меня стали многие выходить, спрашивать мое мнение. Честно говоря, я, наверное, только из утюга уже не выступаю, не говорю. Но учитывая повышенный интерес, вот такой ажиотаж общественный, я решил все-таки выходить и попытаться отвечать на все поставленные вопросы. Давайте рассуждать реально. Когда говорят о транснациональной преступности, а о денежных потоках, которые идут между разными странами, надо уточнять, за счет чего эти деньги? За счет продажи оружия? За счет продажи наркотиков? За счет работорговли? Однозначно нет. Иначе это бы стало известно во многих странах. Более того, как вы знаете, Соединенные Штаты Америки, они, значит, такую премию, что ли, да, значит, предлагают 5 миллионов долларов те, кто расскажет о каких-то финансовых операциях Камчу-Кульбаева. Никто не польстился на эту сумму. По одной простой причине. Потому что нет таких. Давайте реально посмотрим. В Казахстане, допустим, да, чтобы Камчу-Кульбаев что-то мог получать, или другой какой-нибудь преступник. Там есть своя власть, которая достаточно жестко контролирует все эти моменты. Теперь, что касается наркотиков. Да, наркотики из Афганистана проходят через границы Таджикистана, а потом проходили через нашу, в Аткенскую область. Вот. Но эти каналы перекрываются, периодически изымаются партии наркотиков. Но говорить о том, что здесь действует транснационально связанная, значит, так скажем, с крупными игроками России, Узбекистана, Казахстана, Европы, Соединенных Штатов Америки, это, думаю, будет неправильно. Это будет преувеличение. Преувеличение. Да, поэтому никакого отражения, да, на то, чтобы это произошло в масштабе, ну, в той же Центральной Азии, значит, здесь не произойдет. Давайте смотреть на вещи реально. Все. Вот в своем выступлении вчерашнем глава ГКМД Камчбек Ташиев недвусмысленно дал понять приближенному Кульбаеву, что никакой пощады не будет. Но в обществе идут все равно разговоры, а, возможно, передели сферу влияния в преступном мире. И мы можем ли быть сегодня уверены в том, что на месте Кульбаева не появится какой-то другой человек, какой-то другой вор в законе, скажем, свой человек, который будет сотрудничать с властями и выполнять их просьбы? Ну, я должен сказать, что в этом мире, так скажем, воровском мире, там есть свои понятия, там есть свои авторитеты. И, конечно, какое-то распределение сферы влияния будет. Но надо иметь в виду, что эти сферы влияния, они происходят в узком кругу. Кто-то авторитетный, кто-то нет. Вот в этом плане, конечно, будет происходить. Самое главное, чтобы распределение внутри вот этого воровского мира, распределение их, так скажем, обязанностей и так далее, какое-то влияние на определенные источники получения денег, чтобы это не отразилось на внешнюю среду, чтобы это не затронуло простых граждан, чтобы не было беспредела, чтобы не дали возможность отморозкам действовать, чтобы не стали ставить на счетчик, чтобы не было рейдерских захватов, рэкеты и так далее, и так далее. Вот здесь предстоит серьезная работа наших специальных служб, оперативно-расследовательных подразделений, для того, чтобы не дать поднять голову криминалитет. В этом плане я считаю, что ГКНБ в лице Хамчебе Каташиева действует достаточно жестко в рамках закона. Я думаю, что вместе с МВД ГКНБ, они не позволят для того, чтобы здесь голову поднял криминалитет и попытался влиять на политику. Это, я думаю, полностью исключено. А в случае, когда политики использовали вот криминалитет в своих интересах, бывали же такие случаи, и может быть, такое повторится? Конечно. Ну, давайте вспомним Республик Ахмат Баев. Он не был, значит, не входил в воровской мир, он был обычным криминальным таким, ну, преступником, если так можно сказать. Вот. И когда на площади он, значит, в 2005 году, в 2006 году, он когда построил, значит, там, юрты и так далее, ему ходили депутаты, министры на поклон ходили. Ну, просто это боязнь, да, такая человечка. Он грозился, что он станет депутатом, будет палкой гонять там всех министров. Конечно, он где-то напугал. Но против государства не попрешь. И в конечном итоге там полностью, значит, было принято решение, значит, этот городок разогнать. Он испугался и сам ушел. То же самое касается и других. Значит, этот воровской мир, по их понятиям, они не лезут в политику, вот, они не занимаются беспределом, там, они сами не поощряют отморозков, вот. И надо различать вот этот воровской мир, так скажем, который живет по своим законам, и обычный криминалитет, который там ходит на улице, шапки отбирает, там, телефоны, карманники, работающие там в различных, там, в автобусах, троллейбусах, в магазинах. Это немножко разное. То есть, здесь у них есть свои разделения. Даже если мы возьмем зоны и колонии, где содержатся заключенные, там тоже разделяется. Значит, общак, мужики, значит, малолетки, что их называют, там, опущенные и так далее, и так далее. То есть, арестантский мир, он тоже делится на какие-то массы, как они говорят, на сословия в их понимании. Поэтому здесь не может быть. И у нас есть такое понятие. Красные – это те, которые работают в системе правоохранительных органов, и черные. И, конечно, контакты есть, поскольку это, так скажем, объект работы для специальных служб, правоохранительных служб. И поэтому каждому свое. И если действуют по закону красные, то черные этому подчиняются, здесь никаких проблем нет, потому что выполняем мы свой закон. И они тоже, если нарушили, они отвечают. Нарушили. А вот есть еще такая вот спривожность в обществе. Не будет ли вот так называемого беспредела после всех этих событий? Не разгуляется ли преступность? Не будет ли открытых разбоев? Те же карманники активизируются? И хватит ли сил у правоохранительных органов сдержать вот эту криминальную обстановку в рамках? Ну, надо различать вот тот воровской мир, который там есть, тот же Ханчупальбаев, это все-таки был бизнесмен, который не занимался тем, что он ходил по автобусам и лазил в карманы. У него был какой-то свой крупный бизнес, он чем-то занимался, и говорят, что он участвовал в строительстве каких-то объектов, вкладывал деньги и так далее. В общем, превратился в крупного бизнесмена. То есть они работали на этом рынке. Что касается других, которые затрагивают интересы простых граждан, имеется в виду, это безопасность на улицах, в общественных местах, это чтобы, значит, не было попыток прижать малый-средний бизнес. Вот здесь надо различать, здесь не всегда и не может влиять ОПГ, потому что у них немножко другая сфера. И вот этих отморозков, которые там на улицах беспредельничают, значит, позволяют себе какие-то дикие выходки, хулиганства, значит, разбои, вот с ними надо находить, надо предупреждать, надо выявлять и надо вовремя раскрывать, потому что преступник должен сидеть в тюрьме. И здесь не должно быть пощады. Вот в этом направлении, значит, я уже неоднократно говорил, борьба с ОПГ очень важна, но главное все-таки, да, остается борьба. Это прежисс к криминалитетам, которые, значит, не дают покоя простым гражданам. На улицах, в общественных местах и так далее, и так далее. Еще вчера стало известно о масштабных задержаниях криминальных авторитетов вот в соседнем Казахстане, спецоперация по задержанию Камчугу Льваева и последующая его смерть, это звенья одной цепи. И связано ли это с визитом недавним лидеров регионов США в рамках G5 плюс 1? Мог ли там обсуждаться вопрос уничтожения членов преступного синдиката Братский круг? Вот вы же тоже отметили, что США обещали денежное вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая привела бы к аресту Гульбаева? Насчет братского круга, здесь очень интересная эта тема. Откуда этот термин появился? Значит, те люди, которые считают себя ворами законов, они друг друга называют братва. Так вот, этот термин, да, слово братва, не могли, значит, перевести на английский язык и придумали такой бранзель, по-моему, келхол как-то вот так, да, на английский язык. Я сейчас извиняюсь за свой английский, да. Они перевели как братский круг. На кыргызском языке тоже не получится слово братва перевести, понимаете? Это такое чисто русское слово, да. И поэтому они перевели как братский круг. В этот братский круг, причем они, вы можете посмотреть в интернете, там есть список этого братского круга. Туда включили Якомчих Ольбаева, туда включили, значит, даже, значит, Аделета Касенова, который вообще, я не знаю, какое мысль отношения. Это просто была такая информация, видимо, да, у журналистов, которые работают на территории, по территории Советского Союза, бывшего. Вот, они выявляли этих воров в законе, которые выезжали в Турцию, кто-то япончик, который даже был там в Америке, по-моему, и так далее. И вот они определили, это братва, видимо, телефоны прослушивали, их терминологию, и назвали братский круг, вот. Но и не имеют никаких данных, с чем же они занимаются. Если бы такие данные были, вы прекрасно помните, когда Садыр Джапаров тоже официально заявил, если в отношении Хамфи Кольба есть какая-то информация, конечно, мы его посадили, если у американцев есть. Просто это журналистские расследования, которые дали основание считать, что некий братский круг, некая братва, которая пытается, значит, влиять на территорию Советского Союза. На самом деле, да, такого влияния, чтобы там были мощные какие-то деньги, вышли и так далее, такого нет. И поэтому я не считаю, что вот это может повлиять на политическую ситуацию, тем более никогда, говорю, в законе, в политику не лезут. Это для них табу. Спасибо. Вот в связи с последними событиями, опять же, в социальных сетях высказывается мнение о том, что идет попытка отвлечения внимания общественности от насущных вопросов, от того же вопроса границ, да? В частности, речь идет о переговорах по кыргызско-таджикской границе. Вот не так давно Камчубик Ташиев сделал заявление. Давайте сейчас его посмотрим, а потом я перейду к вопросу. Напомним зрителям. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вместе с тем, все граждане в ожидании, как на самом деле решится вопрос, и стоит ли ожидать вновь очередной эскалации на приграничных территориях. Возможно ли завершить вопрос, процесс делимитации, демаркации госграниц без ущерба для Кыргызстана? Ну, вы знаете, если брать юридическую сторону, то Ташиев 100% прав. Если мы посмотрим на некоторые наши карты, по Чиргитарский район, Таджикистан, Амбургавский, ходили раньше в состав Кыргызстана, и там жили, кстати, и кыргызцы тоже в основном жили, кыргызское население, да. Исторически это было наше место. Ну, Советский Союз как распределяли, вы знаете, да, там сейчас проблемы территориальные возникли после раздела распада СССР. Но здесь мы все-таки не стали на этом настаивать, на том, чтобы себе эти территории возвращать. Но если Ташиев прав, если с их стороны начнутся какие-то претензии юридические, мы можем выдвинуть своих. Здесь вопрос не в пользу будет также с их стороны, потому что у нас есть очень четкие доказательства того, что нам принадлежит. Теперь, что касается переговорного процесса по вопросам уточнения границ, то протокол, который недавно подписан Ташиевом, он дает основания считать, что этот процесс входит, так скажем, уже в такое юридическое нормальное русло, вот, где уже не должно быть никаких моментов для того, чтобы вооруженным путем оспаривать то, что сейчас договариваемся, мы, значит, согласны этому протоколу. Но еще предстоит, значит, обсуждение в правительстве, как вы знаете, протокол – это еще не основание для того, чтобы границы запечатлеть на карте, да, предстоит обсуждение в правительстве. Потом правительство должно вынести на заседание парламента, там будет создана комиссия, лежи в соответствующих комитетах, там есть специальные процедуры, как будут рассматриваться, и будет произведена ратификация правительственных соглашений между нашими двумя странами. Поэтому давайте подождем, еще предстоит обсуждение каждого пункта протокола. Но я хочу сказать, что процесс входит в нормальное русло, переговорный процесс, и сейчас все будет решаться дипломатическим путем. Оснований переживать, что Таджика Сарана повторит свою агрессию, я думаю, Ташидзе справ, этого не произойдет. Тем более, что мы в плане вооруженного противодействия готовы отвечать также соответствующими адекватными мерами. Вот уже чуть больше месяца в СИЗО находится депутат Адахан Мадумаров, его подозревают в госизмене. По этому поводу вы писали у себя на странице в Фейсбуке о том, что срок давности истек по этому делу. С юридической точки зрения, насколько было обосновано возбуждать уголовное дело по факту подписания Мадумаровым протокола еще в 2009 году? Ну, об этом уже много раз говорили. Протокол не является каким-то юридическим документом, который закрепляет границы. Первое. Но надо признать глубокому сожалению, что Мадумаров все-таки допустил политическую ошибку. Он подпишет протокол, в котором говорит, что мы арендуем 275 метров земли на какой-то определенный срок. Если вы сами представляете, если у кого-то мы берем в аренду, значит, тот человек говорит, что это признание его земли. Правильно? Это вот политически, что позволило даже президенту обвинить его вот в этом политической недальновидности. Понимаете? То есть политическая вина, которая послужила тому, чтобы таджики стали говорить, что это наша земля. Вот это был нехороший момент, понимаете? Которые последствия этого протокола. Вот поэтому его никто не признает и признавать нельзя. Что касается считать государственные измены, этот сам протокол, который был в 2009 году подписан, то, конечно, все сроки прошли. Но если допустить какой-то момент юридический, может быть, я подчеркиваю, я не отвечаю, что так оно было, но юридически, видимо, в процессе появились какие-то свежие данные, которые позволили такое обвинение выдвинуть. То есть брать за основу только протокол 2009 года нельзя, потому что срок давности прошел. Значит, должны быть новые обстоятельства. Какие они? Но это, видимо, следствие покажет. Вот раз уже заговорили об уголовных делах, не могу не задать вопрос по так называемому кемперабанскому делу. Вы как-то писали тоже у себя на странице о применении практики помилования аболиции в отношении политических оппонентов власти. Можете подробнее рассказать об этом? Потому что это ново для нас, нашего общества. Я исходил прежде всего из следующего. Значит, фабула такая. Собираются люди, примерно там 27-30 человек, и договариваются о том, чтобы совершать массу беспорядков. Эти люди практически мало между собой общались, и у них нет никаких интересов. Они собрались для того, чтобы обсуждать имперабанскую тему. Совершенно разные по политическим взглядам, и даже личных отношений между собой у них не было. И потом неожиданно, а только одна эта встреча, где кто-то заговорил о том, что нужно поднимать народ, посчитали, что они готовят массу беспорядков. И поэтому я сказал, что я не вижу судебной перспективы, чтобы всех этих людей привлечь, как жестких организаторов, единомышленников, которые готовы подняться на баррикады и поднять народ. И, во-первых, это, ну, так скажем, не бывает, чтобы все намерения, да, со времен древнеюринского права за намерения их никогда не судили. За конкретные действия, за приготовление, если юридическую сторону брать. И, во-вторых, значит, при всем уважении, я неоднократно говорил к этим людям, за ними никто на баррикады не пойдет, понимаете? И поэтому я не видел судебной перспективы. Возможно, я повторяю, возможно, есть какие-то дополнительные данные, которые сейчас засекречены, я не могу за это отвечать. Но, тем не менее, да, я считаю, что доказательная база, видимо, будет не очень убедительной. И в этой связи было бы правильным применить помилование. Но на стадии, значит, судебного разведывания помилования применять нельзя. Это применяется только на стадии, может быть, на стадии следствия. Называется это «Институт аболиции». Институты аболиции применяются в некоторых странах, в частности в Соединенных Штатах Америки. Аболиции применяют помилование, да, это вид помилования. Был применен Джеральдом Фордом, Кричарду Никсому, по так называемому Оторгейскому делу. Когда, значит, он был освобожден от должности, было следствие, пришел Форд, стал президентом. И он, не доводя дело до суда, Никсона помиловал. Вот. То есть такое право у некоторых глав государств есть. Я предложил такой же вариант, чтобы имел и наш президент, чтобы можно было помиловать, не доводя дело до суда. Но поскольку уже в суде, то здесь надо ждать приговора. И сам об этом Асадыр Джапаров мне в пресече говорил, что я не могу сейчас смешиваться, поскольку здесь все дело будет в суде, только после вынесения приговора. Вот. Ну, мне кажется, что это был бы правильный акт помилования. Кстати, в свое время, когда Асадыр Джапаров тоже находился в местах лишения свободы, и он обратился к президенту с просьбой о помиловании, я тоже заходил к Ассарнбаю Джинбеку и говорил, но человек просит помиловать, почему мы не можем пойти на такой акт великодушия и гуманности. У него умерли родители, погиб сын. Ну, давайте проявим такой великодуший, человек должен быть на собой. Нет, с его стороны, тем более, значит, я неоднократно разных круглых столах говорил, у Асадыра Джапарова нет никакого состава преступления в его действиях, понимаете? Вот, и тем более, держать его в заключении, который не представляет никакой опасности, тем более, нет доказательной базы по нему, поэтому, значит, вот я вот такое говорю. Кстати, когда я освободился, я говорил и Курманбеку Бакиеву, я говорил и Розе Атумбаевой, и Алмазбеку Атумбаеву, и, значит, Джинбекову, о том, что я пять лет незаконно отсидел, ну, почти что пять лет, и поэтому я буду заступаться за тех, кого я считаю невиновны, кого они правильно осудили. Но при этом, я прямо сказал, что я не буду никогда критиковать президента, вот, министров, которым подчиняются следователи, я буду критиковать следователей и судей. Почему? Потому что следователь – лицо процессуально независимое, даже от министра. Судья тоже процессуально независимый, ни от кого. И мы должны прийти к такому, значит, такой практике, когда будем говорить о виновности конкретных следователей, конкретных судей. Потому что рано или поздно, да, вот я знаю, когда я критиковал одного судей, потом родственники сказали, вот ты не можешь сослаться на президента никогда, через 10 лет, через сколько-то. Но потом все будут говорить, что ты был виноват, ты ни на кого не сошлешься, отвечай, действуй под закон. И вот тогда, если мы будем, значит, каждого судью заставлять, чтобы он отвечал, понимаете, создавать общественное мнение о нем, вот тогда, я думаю, это будет более эффективным, чем мы просто говорим, а вот виноват Садыр Джапаров, Ташиев. Но никто никогда не скажет, что Ташиев дает команду кого-то посадить, следователей. Я повторяю, следователь профессионально независимый. Я был министром и национальной безопасности. Я был вице-президентом, премьером, министром внутренних дел. И когда следователи какой-то вопрос... Мне тоже звонили, тоже просили. Это жизнь, никуда от этого не денешься. Я вызывал следователей и прямо спрашивал, можешь прекратить по закону, я подчеркиваю, по закону, если есть основания. То есть он говорит, невозможно, я говорю, отправляй. Но единственное, я всегда просил, найди и смягчающие обстоятельства, если о таковых, говорят адвокаты, и сам следственно арестован. Понимаете, чтобы была объективность. Показать и обвинительную сторону, и какую-то оправдательность, если есть какие-то моменты, смягчающие вину, покажи все, покажи объективность. Тогда тебе никто никогда потом не скажет. Я, когда освободился, значит, тоже я не буду называть фамилии, приходили ко мне эти судьи, которые меня осудили. Они передо мной просили извинения, прокуроры тоже. Я им когда говорил, ну почему ты, знаешь, вот меня оправдали в первый военный суд, второй военный суд, меня по этим же доказательствам осудил. Понимаете? И он мне говорит, ну вы понимаете, звонили сверху. Я говорю, ну кому ты это докажешь? Поэтому мы должны, и вот журналисты, это все-таки, они могут влиять на общественное мнение, они должны показывать, вот так скажем, неправоспособность судей, да, принимать справедливые законные решения. Тогда они будут думать, потому что у него есть семья, у него есть дети. Понимаете? Его имя, да, через какое-то время будут все полоскать и на детях отразиться тоже. Мы должны к этому прийти. Общественное мнение должно вот на это быть. И вот уже три года длится судебное разбирательство по делу о квитажских событиях 7-8 августа 2019 года. Обвиняемые не раз заявляли о том, что дело стоит отправить на доследование, потому что оно было расследовано я однобоко. По словам адвокатов, это юридически возможно. Вопрос лишь в политической плоскости. Нынешней власти это невыгодно, поэтому они этого не делают. Нет, есть тоже юридическая сторона этого дела. А ситуация очень простая. Когда это дело, значит, пришло в суд, суд принял решение вначале допросить потерпевших, свидетелей, потерпевших, если мне память не изменяет, около 160 человек. Допросили только половину. И поскольку всех не допросили, то, значит, переводить это, вернее, отправлять дело на доследование невозможно. Должны закончить какое-то, то, что они наметили. Но плюс к этому нет Атамбаева, одного из главных обвиняемых по этому делу, по болезни. Поэтому на каком основании суд может вернуть на доследование, я не знаю. И никакой политик, да, но не может сказать, значит, суду, верни дело на доследование, потому что адвокаты просто. Потому что, ну, представьте, поставьте себя на место президента, да, что он будет сидеть и смотреть все доводы адвокатов на 10 листах. Он спросит, да, лучше судью. Понимаете? Если даже спросит, если даже дойдет до него. Надо на доследование, или нет. Судья скажет, нет, вот как я вам сказал, опросили только половину. И все. Вот я вам сейчас это сказал. Вы можете мне возразить? Нет, конечно. Потому что я, допустим, судья сказал, опросили только половину, давайте остальных опросим, тогда мы решим, надо отправлять или нет. И вы, как президент, вы скажете, да, судья прав. Давайте подождем. Вот и все. Никакой политической подоплеки здесь даже близко нет. Вот в Джоуарке Ниша обсуждают проект закона об иностранных представителях. Если вот законопроект примут, каковы могут быть последствия? Ну, я в деталях от закона не смотрел. Единственное, значит, так бегло по диагонали посмотрел, первые варианты, да. Вот. Я считаю, что там есть натяжки. Но прежде всего какие? Что касается уголовной ответственности, привлечения к уголовной ответственности. Вот здесь многое непонятно. Расшифруйте привлечения к уголовной ответственности. Да что? У нас уже все это есть в уголовной консультации. Если разжигание местонациональной ручки, там и так далее, так далее, да. Вот. Если, допустим, призыв к свержению власти. Все это есть. Какие еще там могут быть новые статьи? Не знаю. В этом законе не написано. Потом написано. запрет на политическую деятельность. Ну, вы знаете, вот слово политика, да, что означает? Никто четкого определения дать не может. Разное определение. Главное определение, которое есть о политике, звучит так. Политика есть концентрированное выражение экономики. Если человек критикует экономику, да, что неправильно что-то делается, коррупция и так далее, он занимается политикой, да, в широком смысле слова. Понимаете? Вот. И политики еще внутренние и внешние, да, вопросы деятельности государства. И в интересах какой-то определенной части населения или государства, или там партии. И вот здесь тоже можно натянуть под политическую деятельность. Вот другое дело, если бы записали, что, так скажем, неправительные коммерческие организации не имеют права, значит, влезать в избирательные процессы, да, не имеют права выдвигать кандидатов в законодательные органы власти и так далее, да. Вот это другое дело. Напишите конкретно, что они не могут делать. Вот это было бы правильно. Вот если мы в таком виде, да, оставим, конечно, будет широкое толкование, и это может повлечь, ну, так скажем, не очень хорошую, нехорошую ситуацию, излишнее напряжение. Оно нам не нужно. И вот сегодня третья годовщина октябрьских событий. К чему мы пришли сегодня? Какую оценку дадите вы политической ситуации в стране нынешней, да? Вот когда говорят о политической оценке, о политической оценке надо давать намного позже, потому что сейчас только начало того, что задумано было три года назад. Вот в этом плане я хотел привести просто один исторический пример. После смерти Мао Цзэдуна тоже состоялся в пленном ЦК КПК Камчистской партии Китая. И на нем долго обсуждалась роль Мао Цзэдуна. Хороший он был, плохой. Какие у него были недостатки? И вот тогда вышел Дэн Сиапин, это мудрый человек, который очень кратко и емко сказал следующее. Давайте так. Будем считать, что 70% он сделал хорошо, 30% плохо. И на этом тему дебатов завершим. Так вот, пока трудно сказать, какой процент хорошо, новый руководитель, какой плохой. Здесь можно критиковать и за частую смену министров, но правильно или неправильно, покажет время. Правильно? Каждый что-то должен сработать. Единственное, что я бы в этой части хотел сказать. Частая смена министров еще возникает по той причине, что их, когда назначают, он не готов даже представить свою программу. Вот если бы я предлагал в свое время, когда был премьер-министром, чтобы министров мы прежде назначением давали ему возможность, чтобы он составил программу конкретную, по годам. Вот на первый год, что он думает сделать. сформировал правительство и потом стал президентом, я пришел уже на готовое правительство. И мы с ним договорились через год. Но через год меня, значит, там, так сказать, ушли. Вот. Чтобы каждый кандидат на пост министра эту программу представил. Правда, там по Конституции дается 15 дней. Надо его назначить. Но сказать, допустим, на заседание парламента, через два месяца представишь программу. В рамках программы общей правительства, что ты намерен сделать по годам. И вот, когда пройдет год, мы можем спросить. И народ спросит. Он обещал кто-то конкретно озвучит эту программу и парламенту. И тогда просто снимать можно, и будет, никто не скажет, идет Кардрова чехарда. Понимаете? Поэтому я вот если критикую, я сразу предложил, что нужно делать. И вот так мы должны подходить. И, кстати, я должен сказать, что девиз нашей партии Арнамыс такой, критикую, предлагай. Не знаю, что предложи, подумай, а потом только начинай критиковать с конкретными предложениями. На этом наш эфир подошел к концу. Фелик Шашинбаевич, спасибо, что уделили время и пришли на наш эфир за интересную беседу. А нашим зрителям напомню, что Арча Медиа и дальше продолжит свою работу, будут обсуждать относительно обсуждения самые актуальные вопросы. Напомню, что сегодня мы обсуждали тему последних событий в Кыргызстане, что скрывается за ликвидацией Камчаку-Льбаева и другие актуальные вопросы. Гостем сегодняшнего эфира был экс-премьер-министр, бывший глава спецслужб МВД Феликс Шашинбаевич Кулов. До свидания, до новых встреч. Всего доброго. Еще раз спасибо. Спасибо.